Здравствуйте, ребята! Сегодня мы проведем урок математики по теме задачи на встречное движение, на нахождение расстояния. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Вы видите на нем изображение объектов. Это поезд, самолет, бегун, страус и машина. Как вы думаете, что объединяет все эти картины? Правильно, они все могут двигаться. Кто-то из них двигается быстрее, кто-то медленнее. Когда мы с вами говорим, что человек или машина двигаются быстрее или медленнее, мы имеем в виду, что они двигаются с определенной скоростью. Я предлагаю подумать вам над решением следующей задачи. Двое детей одновременно стали есть кашу. Через некоторое время первый ребенок кашу съел, а второй нет, хотя порции были одинаковые. Почему это произошло? По правилам рассуждайте. Первый ребенок ел кашу быстрее, то есть его скорость была выше. Второй ребенок ел кашу медленнее, его скорость была ниже. Как вы думаете, можно ли мы назвать эту задачу задачей на движение? Ведь в ней есть такие величины, как скорость и время. Правильно, мы не можем сказать, что это задача на движение, потому что здесь нет расстояния. Сегодня на уроке мы будем учиться решать с вами новый вид задачи на движение. Чтобы решать эти задачи, мы должны вспомнить с вами величины и формулу использования для решения этих задач. Итак, первая величина – скорость. Скорость – это расстояние, пройденное за единицу времени при равномерном движении. Скорость определяется сантиметра в секунду, метров в минуту, километры в час. Время – это продолжительность, длительность, за которую объект прошел определенное расстояние. Время измеряется в секундах, минутах, часах. Расстояние – это путь, пройденный за все время движения. Может измеряться в сантиметрах, доциметрах, метрах и километрах. Чтобы определить расстояние, нужно скорость движения умножить на время движения. Чтобы определить скорость движения, нужно расстояние разделить на время движения. Чтобы определить время движения, нужно расстояние разделить на скорость движения. Мы подошли к самому главному. Прочитайте, пожалуйста, задачу вместе со мной. Два поезда одновременно вышли навстречу друг другу из двух городов и через два часа встретились. Скорость одного поезда – 80 км в час, а другого – 70 км в час. Найти расстояние между городами. Эта задача на движении отличается от тех, что вы решили ранее, тем, что поезда движутся навстречу друг другу. На схеме это показано стрелками из крайних точек отрезка. Флажком показано место встречи. Задача нам известна скорость и время. Мы должны найти расстояние между городами. Давайте еще раз помним. Чтобы определить расстояние, нужно скорость движения умножить на время движения. Найдем расстояние, которое проехал первый поезд до встречи. 80 умножить на 2 равно 160 км. Расстояние, которое проехал первый поезд до встречи. Следующий шаг. Найдем расстояние, которое проехал второй поезд до встречи. 70 умножить на 2 равно 140 км. Расстояние, которое проехал второй поезд до встречи. Итак, мы нашли с вами два расстояния. Первое, которое проехал первый поезд. И второе, которое проехал второй поезд до встречи. Сейчас мы можем найти расстояние между городами. Нам нужно 160 прибавить 140. Получается 300 км. Это расстояние между городами. Теперь я предлагаю вам решить еще одну задачу. Два пешехода одновременно вышли на встречу друг другу. И через 2 часа встретились. Скорость одного пешехода была 4 км в час. А скорость другого 6 км в час. Найдем расстояние между поселками. Эта задача похожа на предыдущую. Но речь здесь идет о пешеходах. Они также двигались на встречу друг другу из разных пунктов. Как и в предыдущей задаче. Нам известна скорость пешеходов и время их движения на встречу. Чтобы определить расстояние, нужно скорость движения умножить на время. Мы это знаем. Но эту задачу мы попробуем решить с вами иным способом. Давайте сначала мы найдем, на сколько километров сближались пешеходы друг с другом за 1 час. То есть мы сложим их скоростью. И получится скорость сближения. 4 плюс 6 равно 10 км в час. Это скорость сближения. Мы нашли скорость. Нам известно время. Теперь мы можем найти расстояние между поселками. Мы должны 10 км в час умножить на 2 часа. И получается 20 км. Это расстояние между поселками. Итак, мы рассмотрели с вами два способа решения задач на встречное движение. Тоже мой способ. Мы нашли какое расстояние пролежало в каждой из объектов движения. А затем нашли расстояние между городами. Второй способ. Мы нашли с вами скорость сближения объектов. А затем нашли расстояние между поселками. Итак, такие задачи можно решать двумя способами. Я предлагаю вам решить дома задачу номер 1 на странице 116 двумя способами, которыми мы рассмотрели ранее. Спасибо за внимание.